Здравствуйте! Пока мы читаем Писание, Бог желает, чтобы мы принимали Его деяния в наше сердце, как Его деяние. Поэтому, когда мы оставляем все наши мысли, когда мы принимаем Его сердце в наше сердце, то, что удивительно, ваше сердце будет единым сердцем Бога. И с того момента Бог, который действует в вашем сердце, вы увидите Его. И вы увидите, как Господь Бог становится совсем иным Богом. Бог жив в нашей жизни. И я верю, что Господь Бог всегда дает нам только лучшее. Была война между израильтянами. Сириане напали на Израиль. Израильтяне ничего не могли поделать, поэтому они спрятались в городе. Однако, сириане не старались уходить. Они окружили город. Из-за чего израильтяне не могли выйти за город. Я думаю, вы знаете, вот в Японии строили стены только вокруг дворца. Корейшие стены строили вокруг города. Китайшие строили стены вокруг всей страны. Это есть разница культуры. Если бы построить стену вокруг всей страны, тогда можно и внутри страны заниматься земледелием. Но поскольку только те дома, где живут со стеной, и внутри стран города нет полей, и когда сириане не торопились уходить, израильтяне могли заниматься земледелием. И проходит месяц, проходит год. А в городе все меньше и меньше становится пищи. Мы прочитали 4 царств с 1 стиха. Вот в 6 главе в конце рассказывается, как матери начали есть своих собственных детей. Говорят, что когда люди испытывают сильный голод, они даже начинают есть своих собственных детей. Город Самарии оказался в гибели. Когда мы находились в отчаянии. Когда находились в нищете. Нашей помощью будет только один Бог. И когда в такой ситуации мы будем читать Слово Божие, есть сила Слова Божия, которая может освободить нас от любого положения. Если же мы не принимаем Слово Господа Бога, то Слово Божие не может повлиять на нас. В городе Самарии не стало пищи. И все больше и больше людей погибает. И в этой ситуации Пророк Божий сказал, «Выслушайте Слово Господне!» «Так говорит Господь!» «Завтра в это время мера муки лучше будет по сиклю, и две меры ячмени по сиклю у ворот Самарии». Что-что? Мера муки лучше будет всего лишь по сиклю? И две меры ячмени будут по сиклю? Настолько у нас будет много пищи? Ничего себе! Как хорошо! Как было бы хорошо, если так сбылось? В этот момент Сановник сказал, «Быть такого не может!» «Если бы Господь открыл и окна на небе, разве такое может быть?» В чем разница между Сановником и людьми Божьими? Слушая Слово Елисея, у людей появляется надежда. Как такое может быть? Какая же это радостная весть! Как было бы хорошо, если так сбылось? Теперь мы не погибнем! У людей появится надежда. Но Сановник, смеясь, говорит, «Да быть такого не может!» «Если бы Господь окна на небе открыл, разве такое может быть?» Что же Библия через историю хочет нам показать? Он показывает разницу Слова Божьего и наших мыслей. Наши мысли! Дух Господь, свящий в воздухе, постоянно соблазняет наши души, что мы уходили и уходили от Слова Господа Бога. И поэтому Слово Божье отличается от наших мыслей. Неважно, кем вы являетесь, читайте Библию, начиная с Бытия, читая Библию, исходливее числа второзакония, и среди много слов, которые есть в Библии, неважно, как вам кажется. Это Слово Бога. А Бог не обманывает. По Слову, все произойдет. Когда у вас будет вера, Господь удивительным образом будет действовать. Я не раз говорил об этом. Однажды наша молодежная организация «Айвай» отправила молодых людей волонтерами за границу. И был молодой человек по имени Че Йоган из Далласа, из США. Он поехал волонтером в Африку, поехал в страну Либерию. Однажды ночью он спал. Они открыли окна в комнате и легли спать. Но, знаете, он ночью двигался, и его нога оказалась за сеткой от комаров. И в тот момент в комнату попал скорпион, который ужалил его ногу. От боли он закричал «А-а-а!» Что это только что было? Но в комнате ничего не было видно. Все подумали, что это было. Он снова лег спать. Утром они проснулись. И он говорит, «Мне вчера показал, что кто-то уколол мою ногу». Кто-то из товарищей сказал, «Может, это скорпион?» «О чем ты говоришь? Какой скорпион может быть в нашей комнате?» Примерно в полудне. Он вышел, чтобы пойти в уборную комнату. Он сделал пару шагов и упал без сознания. Когда он упал без сознания, к нему приближали ребята. Простите, но у него кални-мача вышли из него. Он не мог дышать. Его быстро помыли и отвезли в больницу. Что сказали врачи? «Забирайте». Этот человек умер уже. «Пожалуйста, помогите!» «Нет, мы не можем». Его ужалил скорпион. «Даже если вы бы сразу привезли, не факт, что он останется жив. А сейчас яд распространился по всему организму. Уже яд дошел до сердца. Он точно погибнет. Забирайте». И они прогнали его. «Просили, пожалуйста, помогите!» Но все больницы отказывались. Пошли в следующую больницу и умоляли, умоляли. Его взяли в палату. Прошло немного времени, и он перестал дышать. Дыхание остановилось. Врачи сделали массаж сердца. И сердцебиение началось идти. Но он умирал. Врачи говорили, что нет никакой надежды. И наш представитель позвонил нам. Он сказал, «Пастор, Юан, Чи Юан, Чи Юан, умирай!» Я сказал, «Успокойся, подробно объясни, что случилось!» «Пастор, Юан умирает, его ужалил скорпион!» Мне пояснили, что его ужалил скорпион, и Юан умирает. Он родом из Далласа. И поехал волонтером в Африку, в Либерию. И это стало большой проблемой, потому что он умирает. На истребитель из Сиула до Либерии нужно лететь 18 часов. Ему осталось всего лишь пару часов. «Разве я могу отправить врачей или лекарства?» И тогда я вспомнил одно слово из Писания. Исайя 40, глава, 31 стих. «А надеющиеся на Господа обновятся в селе. Поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Вдруг я вспомнил это слово. Я сказал, «Могу ли я поговорить с Юаном?» «Да, пастор, конечно». «Юан, возьми телефон, это пастор Уксупак». Я сказал, «Юан, ты слышишь меня?» «Да, пастор». «Тебя, говорят, ужалил африканский скорпион». «И ты сейчас умираешь». «Но сегодня утром я читал Библию». «Я читал 40 главу книги Исайя, 31 стих». «Юан, Библия — это слово Бога». «И Бог ни в коем случае не обманывает». «И знаешь, что говорит Бог?» «Что надеющиеся на Господа обновятся в селе». «Поднимут крылья, как орлы». «Потекут, не устанут, пойдут и не утомятся». «Юан, 66 книг Библии являются словом Бога». «И наш Бог ни в коем случае не обманывает». «Чтобы победить яд Скорпиона, тебе нужна новая сила». «Надейся на Господа». «Смотри на Бога». «Уповай на Господа». «Бог пообещал». «Что надеющиеся на Господа обновятся в селе». «66 книг Библии, дорогие, являются словом Бога». «Нельзя говорить слово «так говорит» или «так говорит». «Когда мы просто верой принимаем слово Божие». «Если мы будем уповать на Господа Бога, будем просить у Него помощи, Бог обещает дать нам новую силу». «Я сказал, «Юан, чтобы победить яд Скорпиона, тебе нужна новая сила». «И Бог ни в коем случае не обманывает». «Это слово Бога». «Попробуй уповать на Бога». «Смотри на Бога». «Веруй в Него». «Жди помощь от Бога». «Тогда Бог обязательно тебе даст новую силу». «Я где-то 15 минут говорил Ему слово». «Я закончил говорить». «Я спросил, «Ты веришь?» «Он говорит, «Да, пастор». «Я сказал, «Хорошо, я кладу телефон». «И положил телефон». «Затем я позвонил в Даллас». «Я позвонил пастору, который служит в Далласе». «И я попросил, соберите братья и сестер, чтобы они молились за Йоанна». «Я сказал, «Расскажите родителям Йоанна, что его ужалил Скорпион». «Юан думал о том, что он скоро умрет». «Но слове написано, что надеющиеся на Господа обновятся в силе». «И поэтому Йоанн начал смотреть на Господа Бога». «Да, Господи, я уповаю на Бога». «Дай мне новую силу». «И с этими мыслями он уснул». «Юанн начал храпеть». «Так Йоанн уснул». «На следующий день утром». «Дежурная медсестра, она проснулась рано утром». «Она подумала, наверное, этот молодой человек, он уже умер». «И она уже решила убрать его и подошла к нему в палату». «Но когда подошла, она удивилась». «Потому что его давление начало подниматься». «Вечером предыдущего дня у него была температура 17 градусов». «О давлении 20». «Можно сказать, что он был просто живым трупом». «И по идее он должен уже умереть». «Однако его давление поднималось». «Поднималось». «Она удивилась». «И мне сестра побежала будить дежурного врача, говоря, смотрите, смотрите». «Его давление восстанавливается». «Врач спросил, что ты сделала?» «Как же он смог жить?» «Я ничего не делала». На другой день Юан проснулся. «Брат, как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо?» «Ты хоть представляешь, что было вчера?» «Правда, не помнишь?» «Упражнялся, поэтому я тебя мыл». «Ты помнишь все это?» «Да, не помню». «Вот его нога, которую ужалил скорпион». «Нога начала гнить». «Очень сильно начала гнить нога». «Но на протяжении двух месяцев его ногу лечили». «И что интересно, видите, его нога стала здоровой». «Это удивительно». «Да, как будто нога не болела». «Он женился и стал отцом трех прекрасных детей». «Вы не представляете, как он живет счастливо». «Чем я думаю больше об этом?» «У меня есть огромная благодарность». «Мы должны взирать на Господа Бога». «Мы должны в сердце верить в слово, обещанное Господа». «Бог не человек». «Бог не говорит лишнего». «Бог тот, который исполняет свое обещанное Слово». «Если вы принимаете Слово Буши, если вы верой принимаете Его Слово, то по своему обещанию Бог будет действовать в вас. «Это касается не только Йоанна». «Я видел много дианей, как Бог действует». «И я видел множество дианей Господа Бога». «Я видел, как Бог действует вокруг меня у многих людей», что говорит Писание. «Надеющиеся на Господа обновятся в силе». «Что значит «надеющиеся на Господа обновятся в силе»?» «Помимо этого слова, есть много слов, где говорится, что Бог поможет нам». И каждый раз, когда мы веруем в Слово Буши, есть Диане Божие. Некоторые люди обманываются сатаной и говорят «как такое может быть?» и начинают осуждать Слово Буши, не доверять Слову Божьему, из-за чего появляются многие проблемы. Когда мы слушаем и читаем Слово Божие, и когда веруем Его Слово, Бог действует по Своему обещанному Слову. Есть много разных историй. Смотрите, мы прочитали 4-й царь, 7-ю главу. Самария была окружена сирианами, поэтому там не могли заниматься земледелием. Из-за чего в городе не стало еды, и люди начали голодать. Женщины начали есть своих родных детей. Ели все, что попадало, и крысь, и все, что можно. Но Господь Бог в любой ситуации дает нам надежду. Да, однажды человек Божий Елисей говорит «Выслужите Слово Господне!» Так говорит Господь завтра в это время. Мира муки лучше будет по стикле, и две меры ячмены будут по стикле у ворот Самарии. «А сколько сейчас стоит мера муки?» «Об этом не написано, сколько тогда стоило?» «Может быть, мера муки лучше стоила десять тысяч сиклей золота?» «Неизвестно». Но эти слова значат, что мука и ячмены станут очень дешевыми. Услышав эти слова, что говорит сановник царя? «Если бы Господь открыл окна на небе, и тогда может ли быть это?» «О, смотрит взглядом человека, а не взглядом Бога!» «Да, если бы эти слова Елисей сказал человек, тогда они не имеют значения. Но если это говорит Господь, это слово Господа. А значит, они обязательно сбудутся!» «Сановник, он сказал...» «Что он сказал?» «Если бы Господь ее окна открыл на небе, может быть, тогда это?» «Господу не надо открывать окна на небе для этого». «Если бы Господь ее открыл окна на небе, и может быть, тогда это?» «Человек Божий сказал...» «Вот, увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». И действительно так произошло. Затем, как Бог начинает действовать? Давайте мы прочитаем слово. Что написано в слове? «Третий стих...» «Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота и говорили они друг другу, что нам сидеть здесь, ожидая смерти». То есть, у ворот Самары были прокаженные. И там была лепрозорья, куда родственники приносили еду, и они могли на этом питаться. Но когда начался голод, не было пищи. Получается, в лепрозоре никто не приносит еду. Поэтому потихоньку-потихоньку они пришли к краю города. И поскольку город был закрыт, они не могли войти в город. Они думали, может быть, родственники вспомнят о них и принесут пищу. Конечно, ждать хорошо. Но в самом городе нет пищи, что едят своих детей. Кто принесет им еды? Они находились у ворот и ждали. Может быть, сегодня кто-то принесет пищу? Как было бы хорошо, если кто-то хоть что-то принес нам. И они говорят между собою. О, я помню, как мне на день рождения подарили вкусное. Но что сказал однажды один прокаженный? Если мы будем здесь сидеть, ведь никто не принесет нам пищу. Да коли мы будем здесь стоять и ждать? До сих пор они просто ждали. Но когда Бог дал мудрость им, они думают, нет смысла просто здесь ждать. Если пойдем в город, в городе голод, и там мы умрем. Если останемся здесь, то же умрем. И они говорят, давайте пойдем в стан сирийский. Если оставят живых, будем жить. Давайте сдадимся сирианам. Бог дает мудрость, и они идут в стан сирийский. Ведь жарко, поэтому они не пошли утром. Да, при рассвете, когда еще темно. В сумерках они пошли в стан сирийский. Ой, как же я голодный, двигаться не могу. Они идут, падают, и другой падает. Кажется, все, в этот раз у меня не получится. Друзья, оставьте меня. Я здесь лучше умру. О чем ты говоришь? Мы же пришли вместе. Пойдем вместе. Идут, падают, но продолжают идти в стан сирийский. И было темно, но они шли дальше. Но Бог действовал. Сириане идут, и слышат звук ветров. И израильтянам, то есть, Сириан послышал, что идет войско огромное. Они подумали, что это? Что это за звук? Это точно царь израильский нанял врагов наших. Ведь темною и ничего не видно. Приготовили суп, чтобы поесть вечером. Они собрались есть. И вдруг, услышав этот звук, они просто убежали. Не оглядываясь, они начали убегать. Прокаженные, они пришли к стану сирийскому. И говорят, пожалуйста, не убивайте нас. Мы сдаемся. Все, мы сдаемся. Пожалуйста, не убивайте нас. Однако в стане не было никого. Когда они вошли в один шатер, там кипятится суп вкусный. Так, давайте поедим сначала. Потом посмотрим, что будет. Скажите, есть кто-нибудь? А там никого нет. И они вкусно поели. Взяли серебро-золото, спрятали. И вошли в другой шатер, поели. И спрятали. И потом прокаженные говорят. Не так мы делаем. Сегодня день радостной вести. Если мы замедлим, будет дожидаться опасность. Поэтому давайте сообщим это в город. Бог сказал Сирианам. Извините. Человек Божий сказал жителям Самарии. Так говорит Господь. Завтра в это время меры муки лучше будут постигли, и две меры ячмени будут постигли у ворот Самарии. Тогда что сказал Найтас Аноурик царя? Если бы Господь ей открыл окна на небе, может ли быть тогда? Этот совиновник считает, что Господь Бог даже хуже, чем человек. Человек Божий сказал, вот ты увидишь глазами твоими. Но есть и того не будешь. Прошло время. И в обещанное время Бог показал, как мир лучшей муки будет постигли, двумя ячмени будут постигли. Мы, конечно, не знаем, сколько они стоили до этого. Но факт заключается в том, что они стали очень дешевыми. Человек Божий сказал, Сановник сказал, если даже Бог откроет окна на небе, разве может быть такое? Но самое важное это то, что он не считает Бога за Богом. Да если человек скажет, можно сказать, что это невозможно. Но если сам Бог говорит, разве есть то, что невозможно? Вполне Бог может все совершить. Причина, по которой мы прочитали это слово. Человек Божий услышал слово пророка Божьего. Завтра в это время мир лучший будет постигли, двумя ячмени будут постигли. Это слово Бога, а не человека. Поэтому по слову обязательно все произойдет. Но человек, Сановник, человек царя, он своими мыслями оценивает это возможно или невозможно. И ему кажется, что невозможно, чтобы мир муки было по сиклю, или двумя ячми не по сиклю. Поэтому что сказал Сановник? Если бы Господь открыл окна на небе, и тогда может ли быть это? Тогда человек Божий сказал, «Увидишь глазами твоими, но если этого не будешь». Как история, которая написана в 7 главе 4 царств. Наша проблема духовной жизни заключается именно в этом вопросе. В одинаковое положение. Люди отличаются от Бога. Если у нас нет денег, мы говорим, нет денег. Если у нас нет пищи, мы говорим, что у нас нет пищи. Но наш Бог – это тот, который может в избытке приготовить пищу для жителей Самарии. Бог – это не тот, который бедный. Бог – это не какой-то бедный, вдова. Он – Бог. Если Бог сказал, даже если нам кажется невозможным, все равно получится. Почему? Потому что Он – Бог. Бог может все сделать. Мы же не можем. Нашими рассуждениями мы не должны смотреть на Бога. Если у нас появляется вера, что Бог совершит, Бог начнет жить и действовать у этого человека. Давайте продолжим. Посмотрим, как Бог действует. Что написано в Писании? Третий стих. Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота. И говорили они друг другу, что нам сидеть здесь, ожидая смерти. Что здесь происходит? Бог сделал, чтобы прокаженные разговаривали друг с другом. И о чем они говорят? Завтра в это время у ворот Самарии мера муки лучше будет по стиклю. И две меры будут по стиклю. И Бог совершает это дело. Эти прокаженные ведь сами голодают. Что они могут сделать? Но они сказали, «Если мы будем здесь, мы умрем от голода. И в городе голод. И если мы пойдем в город, там умрем. Кто же нам принесет пищу?» Да, вроде бы они просто ждут, но в конце концов они так умрут. Поэтому давайте мы сдадимся. Ведь у Сирии много пищи. Если умертвят, значит, умрем. Если оставят живых, значит, будем жить. Хоть увидим пищу. Вот такую мудрость Бог дал четырем прокаженным. Что удивительно. Нашими мыслями мы не можем верить в Господа Бога. Написано, потому что все согрешили и лишены славы Божией. И в 24 стихе написано, «Получая оправдание дара, поблагодарите Божией искуплением во Христе Иисусе». У Бога предостаточно силы, чтобы сделать, чтобы мира муки лучше было по секлюю, двими речами было по секлюю. И это есть разница между нами и Господом Богом. Для человека невозможно. Богу же все возможно. И Бог говорит нам, «Выслушайте Слово Господне!» «Завтра в это время мира муки лучше будет по секлюю, и две миры ячмены будут по секлюю у ворот Самарии». Бог сказал, «Завтра в это время мира муки лучше будет по секлюю, и две миры ячмены будут по секлюю». Это обещание Бога. Поэтому обязательно так произойдет. Бог все сделал, чтобы так сбылось. Но если становник смотрит своими глазами, «Да мы же все голодаем здесь!» «Нас ведь окружили сириане!» «Откуда у нас может быть рис?» «Откуда у нас может быть мука, что будет по секлюю?» «Даже если Господь откроет окна, то невозможно!» Слова становника уничтожают надежду, которая приходит от Слова Божьего. Человек Божий сказал, «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». Мы через Слово учим сердцем Божьему. Бог говорит, «Не надо верить только в то, что нам кажется возможным. Даже то, что кажется невозможным, Бог вполне может совершить. Когда мы верим в эту истину, мы приобретаем силу». Я долгое время в церковь ходил, но не верил в Бога. Я старался делать добрые дела. Я старался служить Богу. Я принимал то, что мне казалось возможным. А невозможное я не принимал. И что касается этого вопроса, Сановник сказал, «Даже если Господь откроет окна на небе, тогда может ли это быть?» Казалось бы, ниоткуда прийти пищу. И ессиряне окружили город. Откуда взять пищу? Это не просто невозможно. Хотя кажется, что невозможно нам, но для Бога все возможно. Те, которые верят в Господа Бога, хотя кажется невозможно, если Бог сказал, «Значит, получится». В Кремле на 3 главе 23 стихе написано, «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Получая правдой недаром по благодати Божией искуплением во Христе Иисусе, «Мое состояние было подобное на состоянии этого Сановника». Хотя Бог сказал, что завтра в это время мера муки лучше будет по сиклю, две меры ячмель будут по сиклю. Но по-человечески это было невозможно. Это просто быть не может. Как мера муки может быть по сиклю? Как это две меры ячмель будут по сиклю? Это невозможно! Так казалось мне. Этот Сановник размышляет по-человечески. Таким же был и я. Но в Библии написано, «Все согрешили и лишены славы Божией». 24 стих. «Получая оправдание даром, по благодати Божией искуплением во Христе Иисусе». Если Бог говорит, что мы получили оправдание, значит, мы получили оправдание. Нельзя вести себя как Сановник Царя. Хотя я много согрешил. Иисус умер на Христе. Но я все равно грешник. Поскольку я так думаю, я всегда считал себя грешником. Я называл себя грешником. Однажды я читал Библию. И Кремлянам в 3 главе 23 стихе написано. В 23 стихе было написано. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Да, я согрешил ведь. Однако 24 стихе говорит. В 23 стихе точно мы грешники. Но 24 стихе говорит. Через то, что Иисус Христос умер на Христе, поскольку Он все заплатил, мы оправданы. Мы стали святыми. Как тогда нам нужно быть? Надо верить в Слово Божие. Бог говорит, что мы святы. Да, мы все согрешили. Но Бог говорит, что мы оправданы. Он говорит, что мы святы. Говорит, что наши грехи уже омыты. Надо поверить в Слово. Мы же часто следуем за нашим положением. Как эта мера муки может быть посекли, или две меры ячмени посекли? Даже если Господь откроет угол, это невозможно. Быть такого не может. Это невозможно! Так мы говорим. Это было и со мною. Все мы так говорили. Каждый день я просил, чтобы Бог просил мои грехи. Но однажды я прочитал Кремлянам 3 глава 24 стих. В 23 стихе написано, «Все согрешили лишенность славы Божией». Да, точно мы согрешили. Однако Бог говорит, что мы оправданы. То же самое. Мы точно согрешили. Но Бог говорит, что мы оправданы. Нет пищи. Но когда Он сказал, что мера муки будет посекли, важно, кто сказал эти слова? Какой-то пастор? Или какой-то пресвиктор? Или какой-то дьякон? Нет! А кто сказал? Бог сказал! Бог сказал! Что-что? Бог сказал! Если это сказал Бог, значит, мера муки будет посекли, а две меры речмин будут посекли. Если Бог сказал, даже если я согрешил, если Бог говорит, что мы оправданы, значит, мы оправданы. Он не человек. Бог не человек. Он не обманывает. Если Он говорит, что мы оправданы, не важно, какой грех мы совершили, мы оправданы. И так мы верим в Бога. И так мы верим в Бога. Если верим в Своим мыслям, «Ой, Господи, у меня же столько греха!» Этого не может быть. Не надо даже слушать. Я грешник. Я издал книгу, которая называется «Секрет прочных грехов в рождении свыше». И один человек написал статью против меня и говорит, что я до своей самой смерти признаю себя грешником. Его душа именно подобна душе этого сановника царя. Да мне кажется, что невозможно, чтобы мера муки была посиклю или две меры ячмени посиклю. Но это его мысли. Нам кажется так. Однако, Бог если говорит, что мера муки будет посиклю, значит, будет мера муки посиклю. То же самое. Хотя нам кажется, что мы грешники. Но если Бог говорит, что я оправдан, значит, я оправдан. Если это сказал Бог, значит, так и будет. Кремль, в 3 главе, в 23 стихе написано. Потому что все согрешили и лишены славой Божией, получая оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Чем мы больше читаем Писание? Через смерть Иисуса Христа. Наши грехи стали омыты, и мы стали святыми, мы стали праведны. Как это удивительно. Все 66 книг Библии полностью рассказывают о упрощении грехов. Что написано в Иисусе 44 главе? «Изглажу беззаконие Твои, как туман, и грехи Твои, как облако. Обратись ко Мне, ибо Я искупил Тебя». Так говорит Господь. «Изглажу беззаконие Твои, как туман, и грехи Твои, как облако». Он говорит, «Я изглажу. Обратись ко Мне». Так говорит нам Иисус. Если Он говорит, что наши грехи омыты, значит, омыты. Я верю больше в Бога, чем в свои мысли. Я верю в свои мысли и верю в Бога, если так говорят. «Надо верить больше в Слову Бога». Да, мне кажется, что я грешник. Но! Если Бог говорит, что я правдан, значит, я правдан. Хотя кажется, что если Бог даже откроет окна, это невозможно. Но если Бог говорит, что будет мера по сиклю, тогда, значит, будет так. Я верил в свои мысли. Но теперь я стал верить в Слову Бога. Неважно, как мне говорят мысли. Если Бог говорит, что я правдан, значит, я правдан. Неважно, как мне кажется. Если Он говорит, что Он омыл, значит, омыл. Неважно, что мне кажется. Если Бог говорит, что я свят, значит, я свят. Именно вот такая вера есть вера в Бога. Те люди, которые верят в свои мысли, они верят в себя. Бог сказал, «Увидишь глазами твоими, но есть не будешь». Так сказал Господь сановнику. Поскольку я согрешил, поскольку я много обманывал и воровал, я думал, что я точно попаду в ад. Но когда я смотрел на Слово, Слово говорит иначе. Бог говорит иначе, что кровь Иисуса Христа наши грехи омыты. Тогда мне нужно верить в Слово Бога или верить в свои мысли? Как Вы думаете, я буду верить в пастора Пакпагон или в Бога? Конечно, я надо верить в Бога больше, чем в пастора Пакпагон. Надо верить в Бога больше, чем в себя. Кто я такой? Кто я такой, чтобы верить в себя, скажите? Я начал верить в Бога. Да, я согрешил. Я совершил много зла. Я много воровал Однако Если Бог говорит, что оправдал, значит, я оправдан Такая вера есть вера в Бога Если я принимаю только когда я согласен Если я не согласен, не принимаю Это получается, что я верю не в Бога, а в себя Не важно, что говорят мои мысли Что значит верить в Слово Бога? Полностью доверять Его Слову есть вера в Бога В 1962 году Я находился в отчаянии Читая Библию Я в Библии обнаружил, что все мои грехи омыты Если в Библии мои грехи омыты Значит, я омыт Каждый день я просил, чтобы Бог просил мои грехи Но с того момента я перестал просить Потому что в Слове написано, что по Его благодати мы получили прощение грехов Я оправдан Я верил в Слово И с того момента Бог начал менять мою жизнь Я видел, как во всем Бог действует Когда я поверил в Слово Бога Бог удивительным образом действовал в моей жизни Что сделал Бог в моей жизни? Четыре прокаженных Они пошли в сумерки встану с сирийскому За пищей Но Бог действовал через этих четырех прокаженных Когда они шли и падали И этот звук Бог поменял их звук И звук больших колесниц И звук большого армия Ржание коней И звук войского большого И сирияне Они собрались вечером Чтобы поушинать И слышать большой звук Вууууууу Они вышли, а там ничего не видно Им кажется, что это стук колесейцы Иржани, конечно, войска большого Они сказали, что это за звук И кто-то сказал А, это точно Царь израильский Он попросил помощи у царей других страт И все сказали, надо спасаться Они даже не успели сесть на коней И все убежали И никто не остался Пришли четыре прокаженных Они говорят, мы издаемся Пожалуйста, мы издаемся, не убивайте нас А там не чувствуется человеческого присутствия Вошли один в шотер А там никого нет И суп кипятится Это реальность? Или нам снится? Ой-ой-ой, как больно Это не сон Так было удивительно Давайте поедим сначала Раз убьют, значит убьют Ну давайте поедим Они поели Там не было никого Вошли в другой шотер, поели Взяли золото, серебро, спрятали Слово Божие сбылось И с того момента Бог начал действовать Ты не сможешь увидеть Сегодня день большого спасения День радостной вести Если мы промолчим, настанет большое горе И они пошли и рассказали в город Они сказали Есть кто там? Мы пришли к Стану сирийскому А там нет человека И все, что было на месте Многие люди встали ночью и пришли к Стану И на колесницу Все, что куда можно Положили пищу И на другой день утра Говорят, покупайте мира муки лучше Мира муки постиглю Две мира ячмени постиглю Покупайте ячмень Покупайте муку Вот такой дьяни произошло Основник царя Его растоптали люди Как человек Божий сказал Увидишь глазами, но если этого не будешь Давайте не будем поступать как сановник Будем людьми, которые верят в Слово Бога Чтобы узнать, мои грехи и прощина или нет Не надо верить в свои мысли Давайте будем смотреть в Писании А Слово Библии говорит, что наши грехи уже омыты Люди, которые верят в Бога Неважно, что нам кажется Верить в Слово Бога — это есть вера в Бога Не доверяйте своим мыслям Неважно, что говорят вам ваши мысли Если Бог сказал Он говорит, что кровь Иисуса Христа Наши грехи омыты белее снега Люди, которые верят в это Слово Они получат благословение Как эти четыре прокаженных Сановник же, на которого уповал царь Он умирал от голода И увидел множество пищи Но не смог есть Неважно, что говорят нам наши мысли Верой принимайте, что наши грехи уже омыты Тогда я верю, что безграничное благословение Божие будет вместе с нами